Вот я потихоньку подкрадываюсь, чтобы посмотреть, что творят эти люди. Жека, что творишь? Конус. Конус он делает! 30 градусов. 30 градусов делает, поняли? Друзья, учитесь у Жеки делать конус 30 градусов. Вот видите, как он умудрился повернуть верхнюю часть суппорта. Он ее повернул, похоже на 30 градусов. Клянусь, я в этом преступном деле не участвовал. Он сам захотел 30 градусов делать. А остальные все внимательно наблюдают. Саныч не вытерпел, убежал. Но Саныч мудрый. Он уже точил. Я его заставлял это делать. Он точил 5 градусов всего. Но больше он пока не способен. Поняли, друзья? Короче, отличные ребята. Все понимают. Я даже не знаю, зачем я здесь нужен. Непонятно. Вот Илья точит конус, но точит в другую сторону. Илья старается. Илья Муромец. И сколько? Миллиметров в виде. Саныч, миллиметр. Там 5 градусов. Саныч, миллиметр. И не мудрый больше. Вот Саныч начал конус. У Саныча, как самого опытного, получается очень опытно. Очень хорошо. Создается впечатление, что Саныч с самого рождения точит конусы. Саныч, вы с самого рождения точите конусы? Да, прям с люльки. С люльки, говорит. Прямо начал. Друзья, сейчас мы с Санычем. Представьте, с Санычем он разрешил мне показывать свою фейс. Посмотрите, какой счастливый человек. Сейчас мы будем изготавливать с ним конусную забабулину. Эта деталь называется конусная забабулина. Посмотрите, как будет делать это Саныч. Видели? Он в ту сторону вот он сделал конус на забабулине. Теперь он будет делать забабулину острой. С другой стороны конус. Представляете, как это Саныч делает? Вы только погляньте на него, как он грамотно лимбом управляется. Кто не видел, кто не знает, как точатся конусные забабулины, смотрите внимательно. Саныч вас дурному не научит. Вот он ввел по 2 миллиметра. Саныч, смотрите, а кто-то там, блин, это ЖЭКО БЛИНГИЗДАЛАЙТЕМ. И вот так, представляете, друзья, не дают мне вам снять и показать в тишине, как правильно точится конусная забабулина. Конусная забабулина может использоваться... О, блин, да что... Я не могу. Друзья, у меня уши лопнут. Я, наверное, пойду сделаю затычки тебе лучше. Вы ощущаете, как интенсивно работают ребята? Как они хотят стать точилами судовыми, особенно Илья Муровин. О, каждым разом конусная забабулина становится острее. Заметили? Ну, друзья, я, наверное, покажу вам потом в самом конце. Следите за руками, за руками. Мудрого встанете. Ну, мне просто нравится. Мне самому захотелось поточить конусную забабулину. Я сам-то давно не точил конусную забабулину. Мы пока не знаем, куда ее приспособить. Но куда-нибудь мы ее забабулим. Саныч, куда мы ее забабулим, эту забабулину? А? Куда мы забабулим эту забабулину? Об этом мы еще подумаем. Мы еще подумаем. Но то, что мы ее куда-нибудь забабулим, это точно, да? Это точно. Это точно. Друзья, пишите мне, пожалуйста, кому нужны конусные забабулины. Пишите мне, а я ваше пожелание санычу передам. И он вам много-много забабулим наточит. Жека тоже вот какую-то конусную зафигурину. Точит. Точит. Жека заточит и точит. Жека в какую сторону будешь точить? Какую. Ну, какую? Что ты будешь? Другую, что ли? Не, я помню, сейчас ее протащу здесь вот. А что ты там будешь протащить? Вообще подпошибник. А, Жека будет под подшипник протачивать. Да, тогда подшипник будет найти. Ясно. Жека, я тебе сказал, вот той хати. Иди и ищи там подшипник. Все, Жека поскакал искать подшипник. А я за ним. Я прослежу, как он будет искать подшипник. Процесс изготовления конусной забабулины. Близится к концу. Сейчас Саныч занимается шлифовкой. Сначала он шлифует все хреновым напильником. Потому что он не захотел поискать лучше. Ну, обычно токаря судовые всегда так делают. Потому что токарь судовой, он в принципе ленивый. Вот Саныч хреновым напильником шлифует. Он шлифует. Сейчас вот я говорю. На коду нельзя пальцем совать. Саныч, надо хорошо шлифовать. А? Хорошо шлифовать надо. Это ради хорошо шлифовара. Это очень хуево шлифовар. Ой, хреново. Ой, плохо. Саныч, вот эту каналу мы должны напильником этим хреновым убрать. Саныч, так никто не делает. А как делать? Паску, вот так, вот так. Вот так, под углом. Под углом. А не так, как ты поставил вертикально. И хочешь, чтобы тебе туда заклинило. Ой, как тебе заклинит. Слышь. А после того, как заклинит, еще... Оп. Ну, ты понял. Саныч, на ходу руки на железяку несут. На ходу руку вот сюда несуй. Палец, палец. Это у тебя палец или рука была полностью? Хватит там, Саныч, ты что? Ну, в общем, конусная забубулина. Часа через два будет готова. Саныч. Хватит. Все, хватит, говорит, хватит. Ну, я верю, Саныч. Значит, конусная забубулина готова. Сейчас он ее будет отрезать. Саныч, давай отрезай. Посмотрите, друзья, как Саныч будет отрезать конусную забубулину. Саныч. А у нас тебя нигде не заденет там. То есть, когда ты будешь резать нигде, патрон не заденет. Саныч. Саныч, патрон нигде не заденет. Ну, давай. Рез! Рез ее! Что ты говоришь? А мы нигде не заденет. Ну, если ты, по-твоему, не заденет, то режь. Надо и дальше туда обращать внимание. Да уже выдвинить нельзя, уже криво будет. Сюда возьми тогда. Слышь, возьми это. Не-не-не, нормально. Пускай тоньше будет. Проходит, проходит. Точно проходит. Нигде не заденет. Саныч, ты гарантируешь? Да. Чем клянешься? Чем? Не-не-не. Саны, а это не заденет. Да он на это не обращает внимания, понимаешь? На нее достойные. Саныч, ну, доверить, он мудрый. И я даже с ним согласился. Не заденет, реже. Все будет гуд. Саныч сказал, Саныч сделал. Итак, Забубулина сейчас скоро отлетит. Только вот непонятно, куда она у нас полетит. Но мы можем посмотреть на этот процесс. Ой, приближается к концу. Друзья, в целях безопасности я, наверное, отойду, а? Я отойду подальше. Никто не знает, никому не ведомо, куда эта конусная Забубулина полетит. Они вот хоть и железные, а летают. И хорошо летают, друзья. Ну, траекторию полета никогда невозможно вычислить. По крайней мере, о, вибральщик пошел. Сейчас она скоро, вот, и на взлет. Саныч, молодец, ты правильно поступил. Вот Саныч мудрый, он лучше обломает. Учитесь у Саныча. Саныч сам догадался. Видали, друзья? Покажи, Саныч, покажи задницу Забубулины. Не свою, а, говорит. Чопик. Так, пацаны, объявляется конкурс на лучшее название этой Забубулины конусной. Предлагайте. Горячая. Саныч, это два Саныча, вот Саныч, и это тоже Саныч. Вот. Ну, близнецы, да? Как не назови на подобное мнение. Это Андрюха, он самый веселый человек после Ильи. Ну, вот они все тут в куче, собрались. Весело работают ребята. А Саныч пошел задницу Забубулины подтачивать. Сейчас мы посмотрим, как он ее подточил. Саныч, покажи, как ты подточил. Отлично. В общем, Забубулина готова. Саныч зачет сдал. Правда, руки обжег, но ничего. Все. Саныч сказал, что эта Забубулина называется Забубулина конусная забубенная. Я думаю, вы согласны. Ну, это шедевр токарного искусства. Точильного токарного. Точильного судового.